Всем привет! Меня зовут Саша и я хочу сказать, что в этом видео также у нас проходит конкурс. Если вы еще не участвуете в предыдущем, обязательно посмотрите прошлое видео. И где-то в случайном промежутке времени выскакивает на экран какое-то слово. И из этого слова надо составить предложение. Его можно склонять, но ни в коем случае не пишите его отдельно. Такой участник не будет засчитан победителем в случае победы. Поэтому, всем удачи, а мы начинаем распаковочку. Первая посылочка. И здесь у нас упаковочный материал. И здесь обычный USB-хаб. Достаточно удобная вещь. Если у вас, допустим, мало портов USB, вы хотите увеличить количество. Вот, пожалуйста, на 4 порта. Проводок не очень длинный, но, в принципе, он предназначен просто как разветвлитель, а не провод. Подключили. Навтыкали то, что вам надо. Есть подписи. Первый, второй, третий, четвертый. Обычный USB 2.0. Ничего в нем не горит. Никаких ни лампочек, ни диодов. Тыкаем в случайный разъем. Поставили флешку. И вот, слышим звук на ноутбуке. Я так понимаю, что флешка уже опубликовалась. Да, вот флешка Samsung. Следующая посылочка. Открываем. И здесь у нас чудо-ручка. Что это за ручка такая? Я не помню, что такую заказывал. А, все, вспомнил. Вспомнил, вспомнил. Так, это, короче, какой-то 5-секундный суперклей. Очень часто рекламировали в магазине на диване. По каким-то космическим ценам. Там вообще заоблачные, на самом деле. Блин, она течет. Да, реально, она вон потекла. Она вся мокрая. Фу, воняет. Всем три шага назад и дышать носом. Ладно, я ее тоже чуть-чуть позже протыщу. Вот здесь есть ультра-типа фиолетовая какая-то лампочка. Клей наливаете куда-то там, куда вам надо что приклеить. Лампочкой посветили немножко и у вас очень супер прочно все приклеилось. Ну что, затестим этот хваленый клей. Вот есть у меня сломанная игрушка. Как раз таки сегодня дети сломали. У кого в детстве были такие черепашки? Ну-ка, быстренько признавайтесь, пишите в комментариях. Да-да-да, это игрушка из моего детства. Лет 25 ей уже. А сломали именно сейчас. Ну, вроде как, намазал суперклеем этим фикс 5 секунд, блин. Вот так. Да он даже не держит. Ни фига себе, и клеилось. Ну, дайте я еще сюда чуть-чуть покапаю. Пазы все затекло. Не знаю, насколько тут этого много вообще. Клеили немного. Сама эта штука, и она съемная, и получается только резервуар с клеем где-то здесь. А сколько его, я не знаю. Ну, светим ультрафиолетом. Ну, я думаю, достаточно. Ну, на излом, конечно, брать не хочу, но сидит нога плотненько. То есть, грубо говоря, что вот так, что вот это, ощущение, что родная. Мне понравился этот клей. Ничем не хуже, чем эти тюбики суперклея. Единственное, что воняет очень жутко. Ребята, крупные партии французских духов не возьмете, а? Косяк, конечно, в том, что он приходит в таком вытекающем состоянии. Ну, и я думаю, что, наверное, он из-за этого быстрее закончится, естественно. И как вариант, что быстрее испортится и высохнет. А так, в принципе, вещица годная. Если, конечно, он не отвалится через пару часов. И у нас третья посылочка. Обычные крючки. Да, я не ожидал даже. Я вот так, по тактильным ощущениям, щупал посылку. Даже не подозревал, что это они. Один улетел. Ничего страшного. Так, что здесь у нас? Корявенько наклеен двухсторонний скотч. Уже частицы его покачались в пыли. Ну, сама пластмасска, вот этот пластик, достаточно такой хлипенький. Ну, в принципе, повесить какое-то полотенце, повесить какие-нибудь, не знаю, грубо говоря, шнурки сушиться. Ну, вполне достаточно. Будет держаться. Что-то крепкое, ну, думаю, что вряд ли выдержит. Даже не сам крючок, возможно, этот скотч отвалится. Ну, скотч весь приклеен коряво, конечно. Вот одна только... Нет, два крючка с нормальным скотчем. Весь остальной идет такой пыльно-грязный. Китайте, что от них взять. За такие деньги, чтобы они еще и ровно вам скотч клеили. Хорошо, что он вообще есть в комплекте. Четвертая посылочка. И здесь у нас вот что это. Шапочки. Я знал, что это какой-то элемент одежды, но не знал, что конкретно. Вот такая беленькая шапка. Наверное, для дочки. Не знаю, жена заказывала. Если для дочки, померяем. Для сына. Ну, вряд ли для сына. Наверное, все-таки для дочки. Померяем, покажем. Следующая посылочка. И здесь у нас тоже одежда. Так. Это приобреталось не для моих детей. Упаковочку рвать не буду. Вот такие леггинсы. Ну, в принципе, я думаю, померить дочкой их тоже сможет показать вам. Если они и подойдут к пору. Здесь есть какой-нибудь рост. 110-й рост. Ну, я думаю, она в них влезет. Она у меня, по-моему, чуть-чуть меньше. Вот такая шапочка. Шапочка достаточно оказалась узкая. Особенно, если у девчонок густые волосы. Да, вот так показываем шапку. И леггинсы получились тоже достаточно маленькими для 110-го роста. Ну, где-то рост, наверное, до сотки. 98 будет максимум. Но качество хорошее. Если размер подходит, советуем к приобретению. Ой, принцесса! И на сегодня последняя посылочка. И здесь сразу виден фирменный чехол Милкин. Точнее, фирменная коробочка. Они всегда пакуют практически всю свою продукцию в такие короба. Достаточно практичные, удобные. Хороши при транспортировке. Он очень прочный. И маловероятно, что ваш девайс, ваш кейс, чехол, пленки, стекла доедут в плохом состоянии. Как бы с ним не обращались на почте. Как обычно, в комплекте идет пленочка, протирочка. Это бонус-сувенир от продавца. И сам чехольчик для Asus Zenfone 2. Полностью повторяет сам Asus. Такого же плана заказывал чехлы уже на Xiaomi. Еще на что-то, по-моему, даже приходили такие чехлы. Уже, если честно, даже не помню. Вот Zenfone, вот чехол. Защелкнули. Все. Буквально один щелчок и телефон сидит полностью. Здесь небольшое ребрышко выступает в самом чехле. Наверное, так надо, если вдруг где-то вот так шмякнется, чтобы была какая-то защита. Углы здесь защищены, получаются, прикрыты. Кнопка, отверстие, эти кнопки, камера, вспышка, динамик. Все остается свободным. Чехол имеет такую слегка ребристую поверхность. Сам логотип Милкин. Вы знаете, я доволен покупкой. Хороший чехол. Стоит своих денег. Рекомендую. Вот такая получилась у нас распаковка. Обязательно участвуйте в конкурсе. Обязательно при покупке пользуйтесь кэшбэком. Ссылки на товары и на кэшбэк вы найдете внизу под видео в описании. А я с вами прощаюсь и желаю удачи. Пока!